Национальная библиотека Республики Беларусь расположена в одном из самых необычных зданий Минска и всей страны. Но славится библиотека не только кристаллической формой здания, но и книжным фондом. Канун празднования дня православной книги он пополнился ценным экземпляром факсимильного издания Полоцкого Евангелия. Это Слово Божие, это источник жизни, чтобы каждый, кто пожелает прикоснуться к небу, к Богу, к промыслу Божьему, имел эту прекрасную возможность, открывая книгу, открыть для себя мир Божий. В осознанной в издательстве Белорусского экзорхата рукописную святыню 12-го столетия презентовали директору библиотеки Роману Матульскому патриарше из Арфсия Беларуси митрополит Минский Яслуцкий Павел и уполномоченный по делам религии и национальности Леонид Гуляка. Прошу вас, Леонид Павлович, давайте мы вместе с вами передадим эту книгу. Половское Евангелие отходит в десятку первых книг восточных славян. Эту рукопись вполне можно назвать первокнигой белорусской нации, поскольку более древних рукописей, созданных в Беларуси, практически не сохранилось, за исключением 11 отдельных листов, оставшихся от известного Туровского Евангелия. Основная часть Евангелия Половского хранится в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, а два листа в Российской государственной библиотеке в Москве. Согласие руководства этих библиотек страницы рукописи были оцифрованы, и совместными усилиями издательства Белорусского экзархата, Национальной академии и Национальной библиотеки Беларуси издана высокоточная факсимальная копия Половского Евангелия с научным сопровождением. Первая задача и цель такого проекта для нас была, во-первых, просто собрать эту книгу воедино. И даже ученым Белоруссии, для того, чтобы поработать с оригиналом, необходимо было ехать в Москву, в Санкт-Петербург. Большее значение для нас имела именно символика, объединение, воссоздание этой книги, возвращение ее на Белоруссию как духовного начала. Для кого она предназначена и кто ее будет читать? Такие книги читают разные люди, потому что эта книга универсальная, и перед ней действительно все равны. И ученый, и академик, и молодой человек. И как раз, к слову, мы такие проекты реализуем в разных форматах. Кроме подарочного, роскошного варианта, есть версия Факсимиля Половского Евангелия и в стандартном исполнении, для широкого круга читателей. Есть и электронная версия. Книга-символ православной Белоруссии, свидетельство высокой духовной культуры Половского княжества, так же, как и воссозданное Слуцкое Евангелие, результат реализации проекта «Возвращение святынь». Яркое театрализованное представление этого проекта вернуло зрителей на страницы многовековой истории белорусской книжной культуры. А презентация серии книг «Компас для души» и «От сердца к сердцу» показала, что духовная книга дает ответы на все же утрепещущие вопросы современного мира. То, что сегодня, вы видите, зал не вмещает. Зал вот на пять сотен рассчитанный, пришло людей, около тысячи человек. Это тоже говорит о любви и интересе к духовной книге, что это не какой-то ретро вчерашний, это наша жизнь, это наше будущее. То, что Иван Федоров – выходец из Белоруссии, из Велейщины, говорят исследования краеведов, которые сопоставили гербовые знаки. Тем более, для Белоруссии это еще одна из причин праздновать День православной книги. Митрополит Минский и Слуцкий Павел поздравил с ним современных книгопечатников, вернувших народу письменные святыни. Замечательно. То, что сегодня делается, это здорово. Хочу поприветствовать, хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в возрождении и Слуцкого Евангелия, и Полоцкого Евангелия, и многих книг, которые, казалось бы, уже все утеряны, а им дается такая вторая жизнь. Здорово, правда? Это будет действительно хорошим наследием для будущих поколений. Поэтому всем хочу пожелать помощи Божьей и хочу всех поздравить с этим замечательным праздником – Днем православной книги. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Беларусь, Минск.